Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю беседу. В последнее время только и говорят о чувствах. Почему? Потому что чувствующий человек в состоянии сочувствовать и, соответственно, выравнивать свою жизнь с Божественным потоком. Еще в 2012 году было сложно понять, как выравнивать свою жизнь с Божественным потоком. Хотя мы уже с 2001 года делали практики с приидеанскими эмиссарами света в камере для выравнивания по Божественной оси, тем самым прокладывая путь для тех, кто пойдет за нами. Да и сейчас говорится об энергетическом пути, тем самым привыкая или обучаясь принимать высокие частоты. В последних роликах было мое предложение принимать вместе с дружественными цивилизациями эти новые высокочастотные энергии. Можно было и с Архангелами, и с Христом, у кого какие связи наработаны. Для всего продвинутого человечества начинается период большей отдачи. И тут важно уже иметь наработки. Что отдавать? Если не будет принятия и передачи этих частот, то задуманное не выполнится. Да, пропуская через себя высокие частоты, мы их якорим с планетой Земля. И таким образом продолжается взаимодействие всех царств на Земле. Минеральная, которая связана с первой чакрой, для тех, кто действительно желает себе помочь, он может пропеть с утра звук Лам для первой чакры. Пропуская высокие частоты через себя, потоком божественной любви, мы очищаем вторую чакру, которая связана с растительным царством, и пропеваем звук ВАМ. Мы помогаем себе в творческой реализации здесь, на Земле. И привлекаем новые женские космические энергии созвездия АРИС. А через взаимосвязь четных чакр, вторая, четвертая, шестая, восьмая, десятая, двенадцатая, мы становимся более текучие, и наш мозг начинает посылать импульсы новой жизни. Конечно, четные чакры переплетаются с нечетными. Первая, третья, пятая, седьмая, девятая, одиннадцатая. И таким образом мы приходим к жезлу Кадуцея. Я обещала, что выложу о жезле Кадуцея. И вот что же это такое? Что он означает? Жезл Кадуцея символически связан с древом жизни, осью мира, а змеи – с циклическим возрождением природы, с восстановлением универсального порядка, когда он нарушается. Змеи на Кадуцеи указывают на скрытую динамику в том, что внешне стабильно символизируют два разнонаправленных потока – вниз и вверх. На связь неба и земли, Бога и человека. Крылья на Кадуцея также указывают на соединение неба и земли, духовного и материального. Все, что рождается на земле, приходит с неба. И после того, как пройдет путь испытаний и страданий, обретает жизненный опыт. Должно подняться к небу. О Меркурии говорится, что он своим посохом, который с тех пор считается символом мира, согласия, разделил двух дерущихся змей. Дерущиеся змеи – это беспорядок, хаос. Их необходимо разделить, то есть различать, увидеть противоположности и объединить, преодолеть их. Тогда, объединившись, они уравновесят ось мира. И вокруг нее из хаоса будет создан космос – гармония. Истина – едино. И чтобы прийти к ней, нужно следовать по прямой дороге, которую символизирует ось Кадуцея. Кадуцей в ведической традиции также трактуется как символ змеиного огня или кундалини. Обвиваясь вокруг центральной оси, змеи соединяются в семи точках, их связывают с чакрами. Кундалини – змеиный огонь, спит в базисной чакре. А когда в результате эволюции просыпается, восходит по позвоночнику по трем путям. Центральному, шушумне и двум боковым, которые образуют две пересекающиеся спирали. Пингали – это правая мужская и активная спираль, и иди – это левая, женская и пассивная. Поэтому, когда мы представляем его внутри себя, то этот символ влияет на нас энергетически. Настолько, насколько мы в это верим. Если мы убеждены, что хаос прекратился и начался выстраиваться божественный порядок в наших жизнях, то так и будет. Все в наших головах. Мы сами выстраиваем как свою жизнь, так и свое здоровье. Практически можно сказать так. Если я сам, сама занимаюсь своим формостроением, то есть управляю своим кораблем, то есть возможность, что проплыв океан, сомнений и преодолений, мы благополучно доберемся в своем путешествии к задуманной цели с помощью своих ежедневных намерений. Поэтому есть предложение в декабре разместить в себе жезл Кадуцея. Если не знаете как, то просите своих наставников и ангела-хранителя. Я тоже не буду брать на себя ответственность за точность размещения. Вдруг вам не положено. Кто знает. Но и попробовать никто не мешает. А вдруг это то, что вы всегда искали, и это ваше новое начало. Изучайте себя. И на входе всегда говорите, что пусть в мою жизнь войдет то, что меня развивает, наполняет светом и продвигает к свету и свободе. Опять же, если вам действительно этого хочется. Как видите, ничего сложного здесь нет. И наблюдайте, как меняется ваша уникальная в своем роде жизнь. Пишите под карандаш и больше всего это видно через ваши чувства. Вот и пишите, что я чувствую сейчас. Кому-то покажется, что в нашем мире сует не стоит заниматься бесполезной писаниной. Но это не так. Вы будете видеть свой ход, свой ритм, свое присутствие в каждом моменте жизни. И отсюда больше появится доверие к жизни, света в душе и многое другое. Например, разовьется интуиция. И, конечно же, ваши индивидуальные качества новых чувств. Никто за вас эту работу не сделает. Так вы постепенно перейдете к интуиции и телепатии. Я очень мало общаюсь по телефону по многим причинам, и одна из них мне неинтересна, потому что я могу взаимодействовать с душой человека и понимать больше происходящее, чем мне эмоционально расскажет сам человек. Либо жалуясь, либо обвиняя, и очень редко радуя. Да, можно сказать, чему радоваться. А я вам отвечу. Радоваться своему дыханию, потому что вы можете сами всегда в любой момент выстроить свою новую версию. Да, это дисциплина. Да, это ответственность. Вот, что мы будем в себе развивать. И поэтому у нас будет больше уважения к собственной жизни. Вместо сарказма начнет появляться тонкий юмор. Это изменяет в корне нашу жизнь. Молодость интересна всем, но у нее тоже много составляющих. А в том числе и тонкий юмор, и всепрощение, и благодарение. И вот тогда можно поговорить или почувствовать легкость и свежесть жизни. И особенно остро мы можем позволить себе в декабре 2023-го. Это была семерка. Гармония, выравнивание по божественной оси. Да, у нас с вами есть ось. вокруг которой вращаются наши торы, и это линия Хара, и находится она в глубине нас, и ее тоже не видно. Да и в зеркале мы ее не увидим, но мы можем почувствовать. Я позволяю себе завершить получение негативного опыта в моей душе в мирах 3D. Я прощаю себя и прощаю всех, и позволяю получать высокие частоты и вернуться в свет. Я позволяю себе в декабре 2023 года новые чувства, уважение к своей и другой жизни. Я позволяю себе эмоциональное освобождение от низких частот и выражаю намерение принимать по мере моей готовности высокие частоты и наполнять ими свое подсознание. Дорогие друзья, 2024 год это у нас восьмерка, и мы еще более мощно начинаем жить в новых ментальных состояниях, выстраивая мощные ментальные конструкции для проявления нового мира. это уже рядом, поэтому оставьте все старое в 2023 и более освобожденным и легким шагните в этот новый мир 2024 легким в нем будет открываться многое, потому что знают, что они не будут действовать необдуманно и во вред себе, и поэтому много дается энергии. Когда мы перестанем требовать от себя и много о себе думать, а начнем чувствовать, то все будет гораздо менее мучительно. Дорогие друзья, не теряем время и благополучно проходим через декабрь, обращая на себя больше внимания и принимая себя в этом новом. В том числе и в молодости ни одной пассивной мысли, ни одной осуждающей ноты, ни к себе, ни к другим. В декабре в кристалле объединяющей любви я позволяю себе чистоту мысли и чистоту чувств и открываю себя большему. Я разворачиваю из нулевой точки радужные поля сознания и ими окутываю всю планету и все царства природы. Символ кадуцея помогает мне в продвижении вперед и помогает быть сбалансированным и молодым. Вдох на выдохе свершилось свершилось я утверждаю факт. Это мое слово сила. Я уже раньше говорила вам, что есть первый луч я утверждаю факт, второй луч я есть величайший свет и третий луч я есть сама цель. Почувствуйте какое ваше слово сила. ваше 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 бьет ваше сила. Продолжение следует...